Луизианья трилоба. Пройти мимо нее, не полюбовавшись, невозможно. Но у нее есть одна проблема. Луизианья или миндаль трехлопастной фантастически красивое растение. При этом оно весьма неприхотливое, выдерживает наши морозы, практически зимой не подмерзает. Светет в мае примерно в течение двух недель вот такое вот розовое безумие. Ну, пока не случается вот такая вот проблема. Миндаль отцветает, ветки начинают усыхать. Некоторые садоводы думают, что это что-то с экологией. Кислотные дожди нет, дорогие друзья. Это не что иное, как знакомый нам манилиоз или манилиальный ожог. Вот веточка, кстати, не отсветшая, а вот уже отсветшая. Заражение манилиозом, как на вишне обыкновенной, как на войлочной вишне, происходит во время цветения. То есть через пестик идет прорастание гриба, через плодоножку внутрь ветки. И если ветка заражена, все, ничем ей не помочь. Что же делать нам с луизианией? Все-таки хочется, чтобы она росла и радовала нас. Прежде всего, профилактика. Профилактика заключается в опрыскивании какими-то контактными фунгицидами типа бордовской смеси. Ну, этим мы только уменьшаем количество спор. Если же заражение уже произошло, лечить луизианию бесполезно. Только вырезать веточки. Вырезать, вырезать, еще раз вырезать. Не жалейте их, вырезайте до здоровой ткани. Иногда вырезается практически весь однолетний прирост. Но луизиания нормально после этого отрастает. В принципе, от манилиоза она страдает больше, чем от сильной обрезки. Можно попробовать применить препарат системный, типа хоруса. Тот, который проникает внутрь ткани. Но такая профилактическая мера, как обрезка всех больных веток и последующих сжигания, стоять должно на первом месте. И следим, чтобы в саду у нас вообще не было усыхающих веток. Ни на вишне, ни на войлочной вишне, ни на сливе. Нигде любая усыхающая ветка – это проблема. Вырезать, сжигать, договариваться, чтобы соседи так же делали. И, конечно, имейте в запасе молоденькие кустики. Луизиания очень легко размножается прививкой. Прививкой, как правило, на сливовую поросль или сливовые сеянцы. Кстати, если вы хотите, чтобы какой-то маточный куст у вас не заражался, просто обрывайте у него бутоны, и заражение не произойдет на этом кусте, и вы будете просто использовать черенки с него для прививки. Сейчас я показывал вам больной кустик, но вот для того, чтобы оценить культуру, посмотрите на здоровую луизианию. Вот действительно очень красивая. Так, посмотрите и оцените, стоит ли или не стоит заводить луизианию у себя в саду. Да, за ней придется поухаживать, но вот эти вот мгновения, когда она цветет, они ни с чем не сравнимы. Продолжение следует...